Если вы... Девочки, я вас интересую еще? Очень интересно. А вот нам что вас интересует? Вот это в колоритве вы начинаете. Жидкая. Какая? Вы потратили деньги посмотреть на жидкость? Возьмите бутылку, знаете, попейте. Где ваша жидкость? Она самая новая. Поэтому, друзья, давайте сосредоточимся. Вы, может быть, не очень, знаете, но... Вы же хотите быть счастливы с мужчиной? Ну, допустим, тебе твой муж рассказывает что-то очень хорошее. А ты смотришь, он говорит, что ты ищешь? Она белки. Вопрос, как долго ты будешь замужем за этим человеком? Он понимает, что есть белки, есть он. И белки важнее. Вот я мужчина, есть я. И есть вода. Вода, больше нет. Я мог бы проигнорировать, но ты же на тренинг пришла? Больше не придет? Нет, больше не приду. Да, вот вода есть. Кто хочет пить, может взять мою бутылку. У меня есть вода моя. Поэтому, возвращаемся к вам. Чувствуете, как в семье нелегко жить? Да? Я вот еле со вторым рядом договорился. Я должен и с вами договориться, мадам. А я понимаю, почему, знаете, начинается что-то. Человек там 20 минут где-то сидит. Сидя, когда он был, где он, почему он опаздывает? Я три темы уже начал, и все три темы я не закончил. Потому что, запишите, женщины, хотите в аду жить, будьте невнимательны к тому, что говорит ваш мужчина. Он вообще перестанет что-либо говорить. Потому что вы его не слушаете. Ему так кажется. Но я же занимаюсь психологией. И я знаю, что вот и эта, милая дама, и эта, и эта. Потому что внимательно меня слушайте. Вы ни одного слова не пропустите. Потому что вы многоканальны. Сейчас, если вам дать возможность вязать, пиццу положить, и сексом заниматься, одновременно. Вы и меня сможете слушать. Но мужчины так не устроены. Они полностью сосредотачиваются на том, что делать. Если они видят, что их партнер этого не делает, значит его что? Не любят и не уважают. Запишите. Вы уже не зря пришли на лекцию. Вообще больше не приходите. Вы сейчас узнали самое главное. Самое главное. Мужчины, они не такие, как вы. Не такие, как вы.